Здарова, ребята! Привет, девчат! С вами, как всегда, Толян, Жарпарком. Сегодня речь будет не о печах, будет видос, а вот о том, что вы мне насоветовали. Взять стабилизатор. Вот меня усмотреть, как вы видели. Я для него купил всяких много вещей, примочек сейчас идут. Я обещал вам, что будут видео запиливаться теперь на стабилизатор по многочисленным просьбам комментаторов. То есть сподвигли на отрату денег на это устройство комментаторы. Обещал, буду снимать. И вот сейчас уже я снимал 6 дублей печей с этим устройством. Очень сильно злился, матерился, хотел его разбить. То есть у меня было три варианта, я сейчас расскажу, какие. Первое. Снять на штатив, как я вот сейчас рукой снимаю со штатива. Сказать, что это на стабилизатор снято. Снять на стабилизатор со всеми матьюгами, то есть даже вообще не дать снять ролик или, может, заснять. Но это будет просто неуважение к вам. Или же разбить его просто. Я выбрал вариант записать отдельное видео, почему я больше не буду слушать комментаторов, снимать на это дело. И обязательно это дело, когда ко мне придут из Китая допы, продать на Авито с большой наценкой, типа как лучший набор видеоблогера. Поехали, покажу, почему я больше не снимаю, почему я злой. Вот стоят печи. Вот в руках у меня стабилизатор. Пользоваться им вроде как бы просто. Вот джойстик, вверх-вниз. Но доверху клавиши не доходят. Для того, чтобы снять сверху, надо зажать вот этот вот курок. Раз. Зажал. Он как бы стабилизируется. Перевести вот так. О, видите, уже своей жизнью живет. В принципе, на этом можно было бы ролик заканчивать, но я так не хочу делать. Нажимаем два раза сюда. Раз, два. Он должен стабилизироваться. Сначала он застабилизируется вот так. То есть, представьте, это в процессе съемки. Вот идет съемка. Ну, тут телефон чужой, да. Он стабилизируется еще на два щелочка. Раз, два. То есть, вы видите вот в кадре тоже, что и я вижу. То есть, как будто пол под вашими ногами ходит. Идем дальше. Вот, я его опять выровнял. То есть, зачем мне это все надо? Допустим, я вам хочу показать новую топку. Для этого мне нужно открыть дверь. Так. Так, вот я открыл. А дальше залезть стабилизатором внутрь. Так, чтобы показать вам верхнюю часть. То есть, как-то оп, оп. То есть, для этого я должен ручку под 90 градусов, но уже видеть то, что неудобно. Никак ты не покажешь. Единственный вариант это два раза. Сейчас, щелкнуть по курку. Раз, два. Он стабилизируется. На определенном положении. Потом зажать курок. Вот так вот. Перевернуть руку в 90 градусов. И вот тогда... Пойдет вверх. И вниз. О, опять в своей жизни. Ну, короче, ладно. Допустим, вы что-то там снимаете, да, Илья, и пытаетесь вот это вот все засунуть в топку. Ну, стандартная, достаточно большая топка. Видите, сколько мук. А в это время мне надо что-то говорить вам, да, и вот показывать чего-то там. Блин, ну, вот, видите, своей жизнью зажило устройство. Короче, все, что угодно мог бы снять. Все, что угодно мог бы рассказать. Но вы видите, то, что снимать что-либо на стабилизатор, если это не баня, небольшое какое-то помещение, а именно печь, нету никакой возможности. Я этого делать не буду. Можете называть меня лошадзе, лошара, что я повелся на комментаторов, которые говорили, купи стабилизатор. К нему я еще купил микрофон, который вот сюда вот должен входить, вот в эту вот дырочку, да. Но со стабилизатором он вместе не работает, потому что он ударяется вот об эту конструкцию. Я уже накупил навесы на него, допы вот сюда вот вкручиваются, чтобы вывести микрофон на рейку специальную. Аж две разных рейки купил, светильник купил. Все это мне сейчас идет с Алиэкспресса. И, в общем, я настолько зол, ну, я просто уже технически успокоился, да, немножко. Что я хочу сказать, вот, господа комментаторов, которые рекомендовали мне купить микрофон. Ну, микрофон, ладно, я его еще пристрою, может быть, на выставках снимать. Которые рекомендовали мне купить стабик. Вот я попал на баблоса. Я добрый парень, я очень хороший мальчик. Вот нахрена вы, не разбираясь в теме, советуете десятками? Ну, я лошара слушаю. Вот вы не разбираетесь, ну, не советуйте, ядрите. Я же вам не рассказываю, как автомобили покупать. Я рассказываю только про туршин, разбираюсь в печках. Ну, в общем-то, спасибо за понимание. В общем, я поступил честно. Вот это вот устройство, которое называется Osmo DJI 3, ну, может быть, оно хорошее, снимать пейзажки, там. Вы понимаете, с него даже не снять стартовый ролик. То есть, когда тебе нужно перевернуть вот так вот на себя, как ты нажмешь там кнопку старт ролика, искать «Добрый день, с вами Анатолий». То есть, абсолютно чепуховое устройство. Покупать не стоит, не рекомендую, если вы не снимаете пейзажки. В общем-то, на этом все. Ну, лошадзе я, че. А комментаторы очень плохие люди, которые советовали. Я бы, конечно, грубее сказал, но не буду говорить. На Баблоса на огромное для себя попал. То есть, ну, для кого-то маленькие, а для меня очень большие. Ну, что ни делается, только лучше. Ну, так я считаю. Дурак учится на ошибках, там, на чужих. Я вот на своих. В общем, все. Спасибо, что посмотрели. Конечно, взять бы вот прям телефон тут чужой, прямо бы об стену метнуть, как он нервы выметал. Какой-нибудь комментатор, который как раз говорит, «Купи Толя стабилизатор». Трубер. Трубер. Трубер.